Что такое однородные члены? Представьте себе, что вы держите в руке воздушные шарики. Они могут быть разного цвета и формы, но в то же время они очень похожи. А еще каждый шарик держится на нитке, а нитка у вас в руке. Это похоже на однородные члены предложения, ведь они относятся к одному и тому же слову и отвечают на один и тот же вопрос. Кстати, в схеме однородные члены обозначаются кружочками. Вот предложение. Учителя и ученики скучают по школе. Здесь однородными членами являются подлежащие учителя и ученики. Мы грустим, но не отчаиваемся. Однородные сказуемые связаны при помощи союза «но». Родители купили карандаши и краски. Однородные дополнения связаны с союзом «и». Автомобиль повернул направо или налево. В этом предложении однородные обстоятельства. Не забудьте, что при однородных членах с одиночными союзами «и» или «запятая» не нужна. Отличайте такие конструкции от сложных предложений, где запятая ставится обязательно. Вот сравните. Весна радует теплом, и все мечтают об отпуске. Здесь две грамматические основы, и поэтому мы ставим запятую. Очень внимательным нужно быть, если вы встречаете при однородных союз «да». Гости пели да плясали. В этом предложении мы союз «да» можем заменить на союз «и». Гости пели и плясали. И поэтому запятую ставить не будем. А вот в предложении задача решена быстро да неверно. Запятую ставим, ведь союз «да» здесь равен по значению союзу «но». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...